Добрый день и здравствуйте! С вами пастор Генри Мадава из города Киева. Это город пробуждения. Я так люблю Киев. Это такой хороший, красивый город. И люди, живущие в Киеве, большинство из них очень хорошие люди. Но самое главное – Бог, который любит Киев и любит всех городов мира, Он прекрасный. И этот Бог любит вас. Слава Богу! Вы знаете, когда мы живем в этой жизни, я люблю подобие. Вообще сам Бог тоже любит подобие. И Он поэтому часто, если говорил, чему уподобить это поколение. Или Царство Божие подобно. И заметите, что жизнь подобна тому, что человек путешествует. Это целое путешествие. Где есть горьки, где есть долины, где есть речки. Иногда птички пролетают. Иногда проходишь мимо красивых цветочек. А иногда через места, где запахи. Но жизнь – это путешествие. Самое разумное и важное – нужно разумно пройти и путешествовать. А как же разумно? Мы не всегда знаем, потому что мы этим путем еще не шли. Нам нужна помощь и содействие от Бога, который знает это путешествие от А до Я. И Он может нам помочь пройти. Давайте послушаем эту важную проповедь. И Бог вас доблагословит, когда вы слушаете. Жизнь – это путешествие. Поэтому в ней нужно путешествовать мудро. Развитие в жизни – это тоже путешествие. Многие люди, которые сейчас смотрят на меня, в ваших разных путешествиях, то ли это учеба, то ли это семейное, то ли это развитие, то ли это в бизнесе, то ли это в карьере, то ли это вопрос здоровья. Неважно, в каком путешествии вы находитесь, вы находитесь в одном из этих возможных положений. Первое. Вы радуетесь своими успехами и продвижениями. Вы прямо, когда вы думаете, вы радуетесь. При том, что интересно, человек может радоваться о семье и плакать о работе. Некоторые люди радуются. Некоторые люди, они сейчас не очень радуются своим путешествиям. Они разочарованы. А некоторым им стидно за свое путешествие. Некоторые возвращаются обратно в свое путешествие. А некоторые сдались и остановились полностью. Почему я назвал путешествие? Для того, чтобы мы могли время от времени останавливаться и проверять, где я в своем путешествии, какие продвижения и какое состояние. Главное в путешествии две вещи. Первое, вот которое мы должны знать. Первое. Куда я иду? Куда? Потому что, если я путешествую в никуда, мне понравилось, как сказал один человек, если ты встал и идешь в никуда, сто процентов дойдешь. Поэтому нужно иметь цели. Куда я иду? Надо задавать себе вопрос. В моем путешествии вопрос здоровья, вопрос развития, вопрос семьи, вопрос призвания и тогда уже. Вопрос работы, учебы. Куда я иду? Какие цели я пытаюсь достичь? Как я узнаю, если я туда пришел? Прибыл? Хорошо. А как я узнал, что я прибыл? Должно здесь что-то быть, что показывает, что я пришел. Второе, что надо знать? Надо знать, с кем я путешествую. Кто мои соратники? Потому что тем быстрее я узнаю, с кем я иду, тем лучше. Потому что вдруг я иду с человеком, который не может быстро ходить, чтобы я сразу адаптировался вовремя. приучил себя, что мой сопутник нуждается постоянно в моей помощи. Или наоборот, что твой сопутник будет тебе все время помогать. Это не означает, что нужно выбросить, с кем путешествовать, но важно знать, с кем. Хотя есть некоторые путешественники, сопутешественники, которые нам не нужны. поэтому, с кем путешествовать, очень важно. Вот я пришел к выводу в моей жизни, что я вам рекомендую. Когда я подумал, кто создал землю, жизнь, человека, оказывается, все это создал Творец, Господь, Бог. И я пришел к выводу, я хочу путешествовать с Господом Богом. Потому что это он создатель всего. Раз он создатель, он творец жизни, он лучше всего партнер в путешествии. Потому что он знает заранее все. и не важно, с кем бы другим вы не путешествовали, с мужем, с женой, с детьми, с сотрудниками, с политиками, так дальше. Не важно, с кем еще вы путешествуете. Главное, чтобы Бог присутствовал в вашем путешествии. Во время трудностей он поможет. Ты споткнулся, он поднимет. Ты ошибся, он исправит. Ты потерял движение, он даст тебе движение. Тебя на тебя напали, он найдет доброго самарянина, который придет и тебя возьмет и на осле своем поведет дальше. Вот пусть Бог будет главным. Вот в нашем путешествии с Богом есть много векторов. Ну, кто знает физику, вектор это направление движения. Вот, в какое направление. Это в жизни главное. Куда я иду, в какое направление. Куда и с кем. мы решили с кем? С Богом. И Бог будет нашим фильтром, когда мы будем выбирать, кого еще мы берем в пути. Вектор первый. Мы идем в небо, мы идем в Царство Божие, мы идем во спасение. Библия говорит, Диане Апостолов 3 глава 19 стих. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Покаяние это ухожу от плохого, греховного, злого и поворачиваюсь к Богу, к истине, к праведности, к тому, что хочет Бог. Вот это есть покаяние. То есть жизневечное спасение Царства Божие это одно из векторов нашего путешествия. Не уходи из этой дороги. Второй. Мы отвечаем на вопрос, куда мы идем? Куда путешествие? Путешествие номер два идет в исполнение своего предназначения и призвания. Пророк Иеремия 29 глава 11 стих. Бог говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду. То есть Бог претендует эксклюзивно, что намерения о твоей жизни только Он знает. если Бог знает, тогда исполнение мое предназначение это исполнить то, ради чего я живу. Это тоже часть моего путешествия. Потому что у Бога есть задание, которое Он дает тебе. Вот Моисей, например, он находится в Мадьянской стране и пришел призвание Божие. Моисей не стал говорить, потому что вы не исполняете свое, вы умираете, я тоже не буду исполнять. Никогда не позволай другим людям, которые не туда идут, чтобы их настрой повлиял на тебя. Ты верна, возможно, ты Моисей, а они израильские народы, умирающие в пустыне. Исполняй свое. Третье. Мы не только двигаемся в исполнение свое предназначение, мы также двигаемся в том, чтобы иметь полноценную радостную жизнь. Это тоже нашим Богом дано путешествие. Иоанн 10, 10 Библия говорит, ибо вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел. Смотрите, Бог говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Заметите, Бог желает, чтобы мы имели полноценную жизнь. То есть, в семье, обеспечения, здоровье, финансы, все это Бог желает, чтобы мы имели. Это третий вектор путешествий, который мы имеем с вами в жизни. И эти три вектора, они двигаются параллельно, одновременно. Не обязательно, не надо выбросить один, одного вектора, чтобы два получились. Они двигаются три сразу. Они параллельно. нужно научиться быть человеком, который может параллельно, одновременно путешествовать во все три направления. Одновременно, параллельно и полноценно. Это так Бог желает. Какие путешествия и тропинки не нужны? И мы можем легко их найти. первое, это путешествие, которое побуждает дьяволом. Давайте читаем с вами Третье Царство, девятнадцатая глава, первый стих по четверти. И пересказал Ахав и Езавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков бичом. И послал Езавели посланца к Ильи сказать, пусть то и то сделают мне Боги, и что больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душею того, что сделано с душею каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Иерсавию. Это путешествие начато. Это не Богом побуждаемо. Бог ему не сказал. Пришел в Иерсавию, которая в Иуде, оставил отрока. Он начинает терять команду свою. Отрока своего там оставил, а сам отошел в пустыню на день пути, придя, сел под мажелевелевым кустом и просил смерти себе, дух самоубийства, и сказал, доволен уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Что неправильно с этим путешествием? человек правильный. Илия вообще, он один из тех немногих, которые не умерли, Бог его забрал на небо. Он очень хороший, он мощный пророк, он даже в эпоху последнего времена, он будет один из тех показателей, куда надо идти. Оказывается, бывает, мы шагаем куда надо, и мы можем взять не ту тропинку. Как узнать? Смотрите, что побуждал Илью в этом движении. Первое, его угрожал Езавелу, и от страха, напуганности, он начал путешествие. Любое путешествие, которое начинается от страха, от напуганности, или других негативных эмоций, Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. Имеется в виду, ты можешь гневаться, если ты будешь действовать во время гнева, быстрее всего, ты будешь делать не то. Ты согрешишь. Поэтому негативные эмоции побуждают человеку идти в неправильное путешествие. Негативные эмоции могут быть разочарование, негативные эмоции могут быть гнев, негативные эмоции может быть страх, негативные эмоции может быть обида, негативные эмоции может быть много чего. И эти негативные эмоции могут толкать нас в путешествие, которое нам не надо. И чтобы вы знали, путешествие, которое двигается под давлением негативных эмоций, это путешествие под контролем дьявола сатана полностью. К чему привело это путешествие для Ильи? Первое. Когда он начал идти, он потерял свою команду. Он не потерял, он оставил. Второе. Он попал в депрессию. Третье. Он попал в суицидный дух и настрой. Он хочет умереть. Ищет смерти. Он не может душить себя, боится терять жизни. Но вот это суицидные поступки, разрушительные поступки. Многие люди, бывают, делают поступки, которые приводят к разрушению себя, своей семьи, своей работы, своего бизнеса и тому подобное. Почему? Потому что они вошли не в то путешествие под давлением каких-то негативных эмоций. Депрессия, самоубийство и даже самоунижение. Он говорит, я не лучше. Недовольствие собою, чувство вины. Это называется компот разочарования самым собою. Второе путешествие, которое нам не надо, это путешествие, которое побуждаемо миром и похотью. Вот и такое путешествие тоже бывает. 1 Иоанна 2,16. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Заметите, всякое путешествие, которое побуждаемо похотью плоти, похотью очей, гордостью житейской, такое путешествие, надо из него выходить. Но мы закончили с плохим путешествием, возвращаемся к нашим добрым путешествиям, в которых мы с вами идем. 1 В небо, в царство Божие и спасение. 2 Предназначение наше, призвание, цели жизни. 3 Радостная, полноценная жизнь, как Бог хочет, чтобы мы имели. Вопрос большой. Какие ресурсы нам дал Бог в этом путешествии? Самый первый и главный ресурс, который мы имеем с вами, это с нами Бог. Псалом 118, 105. Там написано, слово твое, светильник ноги моей и свет стезе моей. Что нам дал Бог? Бог нам дал, этот светильник, дал нам свет через Его Слово. В Слове Божьем есть мудрость от Бога. Божья мудрость там. Там есть подсказки Бога к тебе. Мудрость Бога к тебе. В Слове Божьем есть Божьи решения, как себя вести, в каких ситуациях. Притом, во всех ситуациях жизни есть Божьи решения. Мы имеем еще ресурс, который называется Дух Святый в нашей жизни. Дух Святой хочет с нами в жизненном пути. Библия говорит к Официанам, 1 глава, 16 по 20 стих. Написано, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих под действием державной силы Его, которые Он воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых и посадил Одеснию Себе на небесах. Заметите, Дух Святой не только приходит, чтобы нам дать дорогу, подсказывать, но Он приходит, чтобы дать нам силу для путешествия. Мы вооружены достаточно. Его сила в нас. Поэтому смело шагаем вперед, без страха, мы снаряжены всем, что надо. Для этого путешествия, чтобы оно успешно прошло, Бог нам дал все, что надо. Но последний вопрос, который мы с вами должны решать. Какие качества и настрой нужны тебе, чтобы не поломался ничего в дороге, и все работало, как должно? Но, чтобы эти ресурсы через нас работали четко и понятно. Вот Псалом 22, Библия говорит так, 4-5 стих, написано там так. «Если я пойду, и долину, и смертные тени не убоюсь зла, то есть во время путешествий будет долина, и некоторые долины, они смертные тени». И Библия говорит, Бодавид сказал, «А я не убою зла» по двум причинам. Первое, потому что ты со мною, сильнейший ресурс. Второе, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Как овечка, я в защите. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голов мою, чаша моя преисполнена». Заметите, это так, то, что Бог желает, чтобы мы с вами шли в жизни, не боясь, потому что с нами наш пастор, наш пастух, даже когда проходим через тяжелые времена и ситуации, которые часто бывают, не убоимся зла. Слава Богу за путешествие с Богом. Тяжелее, когда без Бога, когда с Ним это так хорошо. Я вот в жизни своей согласился однажды путешествовать с Богом. И вы знаете, к чему Он меня привел? К тому, чтобы служить людям и помочь им в своем путешествии. И вот я всегда радуюсь, когда Бог помогает кому-то через меня. И я вот хочу, чтобы вы увидели чудеса, которые сделал Бог. Не потому что я, а потому что Бог. Но это один из признаков, что когда ты путешествуешь с Богом, Он начинает работать через тебя. Давайте посмотрим. И ожидай свое чудо. Во время, когда будешь смотреть на эти свидетельства, принимай свое чудо от Бога. Иисус Христос, воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. Александру Владимировну два года мучила боль в колене. Она не могла пошевелить ногой. Во время молитвы боль полностью ушла. Какое колено? Левое или правое? Правое. Правое? Правое колени. А сейчас нету боль? Сейчас нету, Боже мой, встань. Это вы хотите украинский танец нам показать? Да. Пожалуйста. Ну как, подайте нам украинскую песню. Слава Богу. Девушка хочет потанцевать. Вы знаете, не только восточные умеют танцевать, и наши тоже. Слава Богу. Пусть вас Бог благословит. 19 лет назад Вере Васильевне сказали, что у нее опухоль головного мозга. От операции она отказалась, и это дало последствия на глаз. С тех пор глаз очень болел и зудил. И сегодня эта вся боль ушла. У вас была боль? Да, зуд, глаза. У меня постоянно, я постоянно руку держу, постоянно зуд, чешую от этот глаз. Сейчас у меня этот зуд ушел. Я прямо чувствую себя прекрасно. Отеки, глаз вот это дал после опухоли. Должна мне операция была. Это 19 лет прошло в Киеве, в институте. Но я отказалась чудным образом. Я так Бога просила, чтобы дал встречу с детьми, да? И он дал. Я думаю, ты дал встречу мне с детьми, когда я просила. Значит, и ты исцелишь меня, и он исцелил. Я 19 лет прожила без этой операции. А сейчас вот это глаз у меня. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты убрал этот зуд. И впоследствии все эти опухоли пусть исчезнут навсегда. Во имя Иисуса. Аминь. Последние 4 года Лариса страдала от периодической боли в спине, особенно при ходьбе. Сейчас после молитвы она может ходить без боли. А где именно болела? Ну, болела с этой стороны. Я положила руку, когда вы начали молиться, и боль просто исчезла. Спасибо. Спасибо Тебе, Господь, за это. Слава Богу, что Он творит чудеса. Иногда в путешествии нужны чудеса. Сколько раз бывает в жизни, ты попал в ситуацию, и ты видишь, что без чуда не обойтись. И Бог творит чудо и поможет тебе дальше двигаться. Поэтому, но самое главное чудо – это когда человек получает спасение. Примиряйся с Богом. Если сегодня у тебя есть желание примириться с Богом, стать Божьим детьем, помоли со мной такую молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце и будь моим Господом во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу помолиться за Тебя. В путешествии в жизни тебе нужна помощь. Я хочу молиться, чтобы Бог благословил Твое путешествие. Господь, я прошу Тебя. Особое благословение на каждого, кто слышит и смотрит эту передачу. Первое. Я прошу сверхъестественное содействие от Тебя, чтобы оно было очевидно. Второе. Я прошу, приведи правильных людей в их жизни, которые помогут им двигаться дальше. Я запрещаю всякое униние и всякое неверие, апатия и провозглашаю божественное вдохновление, чтобы двигаться дальше. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Я вас очень люблю. Продолжайте путешествие. Субтитры подогнал «Симон»